не каждый день выпадает радость поговорить с настоящей звездой ютьюба номер один не владимир не владимирович не путин а также придворный драматург гоголь центра как написано в фейсбуке у валерия печейкина привет здрасте да я знаю что вы один из трех отцов влад не владимира не владимировича не путина кукушкин мистер x и вы и вы на этой неделе на первом месте в трендах ютьюба это дико круто с политикой с маленького канала дождь которого обзывают цветным радио и это здорово но я сейчас конечно не про это а про то что вы только что отстояли день число хороший хороший день отстояли около мещанского суда в москве около суда где собственно судили руководителя гоголь центра кирилла серебренникова а также алексея малобродского выйти на софья апфельбаум что теперь будет что теперь будет с театром вы представляете себе как придворный драматург что будет что будет королем и свитой думал я думал об этом все пять часов поверьте у меня красная шея типичный redneck я все эти пять часов об этом думал и успокаивал коллег которые теряли оптимизм а я старался сохранять верить в условный срок я уверился в нем а с театром знаете будет практически тоже что и было потому что все эти три года мы работали вот просто ни одного дня мы не отменили ни одного спектакля но только когда уже пришел коронавирус и стали отменять все а до этого я восхищался своими коллегами которые буквально в день обысков и в день ареста кирилла серебренникова они выходили на сцену играли репетировали работали и поэтому мы продолжим работать более того я даже знаю так условно дату премьеры моноспектакля никита кукушкина который не владимир и не путин состоится на надеюсь в середине сентября на малой сцене театра так что все работает а зачем вам это вот государство которое сделало такое с режиссером государство которое сделала такое в общем с двумя режиссерами государство которое пыталось сделать такое с театром который пытается делать такое с искусством с культурой зачем вам это может быть ну его нафиг зачем знаете нет Я бы с радостью, но, насколько я знаю, в государстве нет закона о меценатстве и нет возможности получать частные деньги для того, чтобы делать на самом деле достаточно дорогое искусство, каким является театр, современный театр и гугл-центр. Это не, скажем так, это же не подвальный театр или не бедный театр. Это театр, который нуждается в деньгах и сегодня так сложилась ситуация, что они есть у государства и оно стало чувствовать себя заказчиком какого-то похвального портрета. Вот сейчас оно сказало, что мне не понравился этот портрет и возвращайте деньги. Зачем? Ну, знаете, тут, еще раз, особенно вариантов-то нет. Поэтому Кирилл Семенович принял этот удар на себя для того, чтобы могли работать дальше мы. Мы будем работать. Если нет меценатов и нет закона о меценатстве, а деньги нужны, неужели вы готовы повторить? Можем повторить. Ну, смотрите, во-первых, все-таки эти деньги не государственные. Это в том числе мои налоги. Я как ИПшник, я вижу эти деньги, которые я отчисляю. Там не миллионы. Но я вижу, как эти деньги становятся налогами. И те люди, которые приходят в Гогольцентр, они же покупают билеты. То есть у нас есть аудитория, которая согласна оплачивать эти билеты, согласна платить государству налоги, чтобы оно нам их возвращало. И таких людей много. Поэтому, к счастью, все-таки государство – это не единственный зритель, от которого все зависит. Я думаю, именно поэтому срок сегодня был условным, а мог бы быть реальным. Если бы, правда, все эти три года у нас были пустые залы, никто не пришел к зданию Мещанского суда, люди пришли. Суд был справедливый? Он был бы справедливым, если бы их оправдали. А так, это знаете, как в старом грубом анекдоте. Ура, сифилис, а не спит. Сегодня ура, коронавирус, а не эбола. Вот да, мы радовались условному сроку, потому что понимали, что не будет оправдательного. Как-то так. Вы встретили прелестных совершенно девчушек около Мещанского суда в белых футболочках с надписью, что вор должен сидеть в тюрьме. Это была молодая гвардия. И я сильно удивилась, что они еще живы. Хорошо, они живы этими девчушками. Откуда это берется? Что ли было нарисовано на футболочках? У них был нарисован Высоцкий, и цитата «Вор должен сидеть в тюрьме», а над ней «Обнал равно украл». Интересно, что когда с ними заговорил мой коллега и друг Никита Кукушкин из Гоголь-центра, опять же, ни Владимир, ни Путин, он спросил меня, Валера, где эти девушки? Я его к ним подвел. Никита вообще, он умеет разговаривать с людьми, как с людьми. Он задал ему вопрос, девушки, а вы были в Гоголь-центре? Выяснилось, что они не были в Гоголь-центре. Он сказал, давайте так, у нас не может быть диалога, потому что вы не приходили к нам. Давайте я сделаю вам билеты, и вы придете. Ну, и они как-то так, значит, уклонились от ответа. Но, мне кажется, Никита Кукушкин дает мне лично очень важную оптику о том, что нужно разговаривать и с этими девушками, которые ничего не понимают. Как ни странно, и с этим государством, потому что другого не будет. Пока, во всяком случае. А девушки знали фильм, откуда цитата, девушки знали героя? Это уже байка, когда их спросила журналистка, кажется, Deutsche Welle, кто это, на майке, они не ответили. Они позвали своего куратора, и он уже дальше объяснил. То есть, они, как бы деликатно сказать, они выступали сегодня манекенами. Ну, Валерий, вы драматург, и то, что вы увидели сегодня, то, что вы увидели последние три года, это что? Это драма, это комедия, это вообще что это было? У Серебренникова есть спектакль «Обыкновенная история». Один из самых горьких его спектаклей. И там вот есть знаменитые слова из Библии «Ты не холоден, не горяч, но тепел». Вот ты как бы посередине. И все, что было в этой истории, оно было не очень жестким и не очень мягким. Оно все время было где-то между. И оно было таким бесконечным, таким кавкянским и трехлетним. И сейчас мы понимаем, что все это было ради длины этого процесса. Вот теперь еще есть новые три года, которые ему дали. И теперь каждый режиссер или драматург понимает, что он так рискуя обрекает себя на не приговор, а на процесс. Кирилл Серебренников стал главным героем этой пьесы. А кто его альтер-эго? Кто дергал за ниточки? Знаете, вот чисто технически я со студентами-драматургами однажды разбирал этот вопрос. Они задали мне ровно этот вопрос три года назад. Я, что называется, похлопал глазами, а потом сказал, знаете, технически это Нина Масляева. Это бухгалтер. Потому что все заказчики условные, они невидимые, непроявленные. Я думаю, их даже несколько. Это какая-то химера. А вот Нина Масляева это, на самом деле, мне кажется, несчастная женщина, которая взяла на себя такое, ну такое, по сути, оговорит людей, как считают сами подсудимые, бывшие уже. Вот Нина Масляева это полная противоположность, например, Серебренникову. Они просто с разных планет. Более того, насколько я понимаю, она даже не видела его работу. Вот, то есть, условные заказчики, они видели работу Серебренникова, и они им не понравились, и они возмутились, и сказали, деньги назад давай. А Нина Масляева не видела. Вот, мне она кажется антигероем. Ну, мне очень жаль эту несчастную женщину. Вообще, бухгалтерия, профессия крайне опасная. И сейчас она вообще осталась одна, на скроме подсудимых, ее процесс еще впереди. И что ей светит? Сказать трудно, и совершенно понятно, что у нее не будет никакой общественной поддержки. Я даже думаю, что суд ее пройдет незаметно. Но, тем не менее, возвращаясь к режиссерам, я тоже, как и вы, уверена, что режиссеры видели работы Кирилла Серебренникова, видели Гоголь-центр, видели кино. И я уверена, что они видели вашего Невладимира Невладимировича, конечно же. А кто эти люди и почему им не удалось довести до конца задуманное? Ведь ясно же, что сегодня замысел претерпел изменения. Знаете, я думаю, они тоже не понимали, на самом деле, чем это закончится. Они сначала ввязались в войну по Наполеоновскому совету, а потом уже пытались понять, что происходит. Они, конечно, были сильно раздражены Кириллом и еще взяли трех человек для компании. И надо сказать, вот эти четверо, они очень сильно расстроили режиссеров, потому что они не раскололись. Они не распались на отдельные, знаете, как часто бывает, лебедь, рак, щука и еще кто-то, и все начинают ругаться, раскалываться, и это идет только на руку. А они остались вместе, потому что они все люди разные, у них это не секрет, они по-разному друг к другу относились. Но вдруг они поняли, что они буквально в одной лодке. И эта лодка, если будет тонуть, она потопит всех. И вот это, я думаю, самое удивительное. Например, что Малоброский Алексей Аркадьевич оказался таким крепким орешком. Это, я думаю, было удивлением для всех, даже для близких людей, потому что никто не... Я не знаю, как я поведу себя в такой кризис. Алексей Аркадьевич оказался просто железным. Это, вот это еще раз, это то, чего они не смогли ни предсказать, ни предугадать, потому что, что называется, мы все измеряем по себе, и, как бы, видимо, размер подлости тоже предполагался свой. А он оказался другим. И все-таки это была большая ценностная битва. Вдруг оказалось, что либералы, вот эти вот, которые хотят родину разрушить, которые, значит, про Содом что-то все время делают, вдруг выяснилось, что они достойные, честные, могут выстраивать партнерские отношения. Это, я думаю, самое неожиданное открытие из мира либералов, которые сделали заказчики этой истории. А за что? За что вообще прилетело Серебряньково? Знаете, как Нобелевскую премию дают за творчество. Там всегда какая-то очень короткая формулировка. Там, вроде, там, за продолжение традиции русской прозы, там, как у Бунина. Вот у Кирилла Семеновича это тоже за творчество. И это вообще за, не знаю, трудно прокурорским мозгом это сформулировать. И это, знаете, ни один человек сказал, вы ведете себя так, как будто вы свободные люди. Вот. Это было в самом начале Гугл-центра, когда вот это все началось. Он сказал, вы как-то вот ведете себя так, как будто это можно. Я тогда посмеялся. А выяснилось, что нельзя. И вот Кирилл всегда, я просто его хорошо знаю, в нем всегда очень многое, в том числе в творчестве, когда мы делаем спектакль. Я помню, был момент, когда я сам его отговаривал от одного жеста, от одного события в спектакле. И все ему говорили, не надо этого делать. А он это сделал, и он оказался прав. Вот для того, чтобы иметь свою голову, нужно очень сильно рисковать. А он себе это позволял всю жизнь. Это не только один Гугл-центр. Просто зная творчество Серебренникова, это когда у тебя всю жизнь голова на плечах. И это твоя голова. А не то, что тебе нарисовали на майке или прикрутили вместо того, с чем ты родился. Вот. И поэтому, как бы сказать, этот такой... Выяснилось, что есть в России такой человек Кирилл Серебренников, который, ну вы понимаете, да, не является ручным, не управляется ручным образом. А так как время у нас сложное, как мы знаем, то такие люди все время разрывают, становятся таким разрывным звеном в цепи, в вертикали. И как бы, что называется, ну в общем-то, попытались его зацементировать. Ну, время у нас всегда сложное, у нас не было легких времен. Все-таки, вы хорошо знаете Кирилла Серебренникова. Почему он не уехал? Он же мог, более того, мне кажется, в какой-то момент его начали так легонечко подталкивать в спину. А может быть, не очень легонечко. Ну, потому что он уже интеллигентный человек. Ну, я бы то же самое сказал себе. Ну, что же я, как же я не, как же я убегу, скажу, что я сбежал. Мы же все самоотверженные зайцы. Мы же пообещали прийти на съедение. Мы приходим. Потому что, опять же, ну вот книжек начитались, фильмов насмотрелись. Оказывается, мы верим в то, о чем говорим. Что это не просто дизайн, как бы, да. Это не дизайнерские слова. Оказывается, верил. Поэтому пришел, остался, кино снимал. Вот. У меня самое здесь, кстати, удивительное, это не то, что он остался. Многие бы остались. Я в том числе. Геройствовал бы. Но я не смог бы три года быть таким успешным и продуктивным. Я тут утром просыпаюсь и уже говорю, господи, мир, как ты жесток, я ничего не хочу делать. А Кирилл Серебренников смонтировал фильм «Лето», поставил спектакль «Маленькие трагедии», оперу поставил и не одну. Руководил театром, писал книгу, учил немецкий. Это, вот это для меня самое удивительное. Не просто поза, в которой он встал на три года и стоял, но то, что он работал все эти три года, больше, чем я. Просто, который мог выходить из дома, а он не мог, и он сделал больше меня. Как это возможно? Карантин начался раньше. Да, да, да. И он записал потом ролик для Ютуба на сайте, на Ютубе Гоголь-центра, собственно, как долго находиться на самоизоляции, у него взрывная популярность. А вы, как Гоголь-центр, вы чувствуете себя в этой ситуации победителями? Знаете, как ни странно, да. Это удивительно, ну да. Потому что для нас имеет подлинное качество творческий жест. В нем есть смысл, когда Серебряников читает Бродского. Это не просто поза. Это сильно. Все, что он делал во время суда, это сильное, преемственное художественное высказывание. Вот я даже сегодня нашел книжку. Мы делали спектакль по фильму Триера «Идиоты». Вот она. И вот здесь, даже здесь есть художественное высказывание. Пустая страница, чтобы сегодня сюда записать приговор. И первая была Даша. Расскажите про это. Да. Сегодня, собственно, наша зрительница Дарья прислала мне заполненную страницу, которую мы оставили в этой книге со словами «В этот день суд Российской Федерации вынес приговор Кириллу Серебряникову». Суть приговора. И Даша дописала здесь приговор и дописала здесь свои мысли, что важно. Такое поле для заметок. Вот в этом эта книга ждала своего часа полтора года. И она дождалась. И это тоже часть партитуры художника. И вот это, мне кажется, тоже очень важным, что ты не просто сидишь и даже не просто работаешь, что ты создаешь на самом деле пример для других людей, чтобы они не опускали лапки, а работали. Это был самоотверженный заяц Валерий Печейкин. Не Владимир, не Владимирович, не Путин. Наш сегодняшний лидер проката в Ютьюбе. Спасибо, Валерий. Удачи, удачи. Она вам пригодится. А как не хочется ошибиться. Удачи. Спасибо.